Почему вдруг Лукашенко хочет лишать гражданства белорусов, которые выехали за границу? Ну, эта же тема обсуждалась еще год назад, буквально когда-то в августе 2021 года впервые это все прозвучало. И сейчас, видимо, уже подходит ближе к постепенной реализации. Во всяком случае, уже более-менее понятен механизм. Остается только понять, кого именно будут лишать гражданства, поскольку, ну, понятно, что нас в республике всех любят записывать в экстремисты, если ты не следуешь центральной линии партии. Но между тем остается вопросом число тех людей, которых действительно попытаются лишить гражданства. Например, Следственный комитет нам когда-то называл цифру почти в 11 тысяч уголовных дел, из которых 80% людей выехало из-за границы. Если, может быть, это коснется их. Ну, и еще такой дополнительный вопрос. Каким образом, на ваш взгляд, будет выявлять именно политических релакантов? Потому что, ну, реально от преследования, от уголовного преследования, даже из 100 тысяч, бежало не так много людей. А многие релакцировались по экономическим соображениям. Как будут вот здесь выбирать, кто как бежал? Здесь бы, конечно, этот вопрос лучше бы задать министру внутренних дел, так называемому, поскольку это во многом его инициатива. В любом случае, безусловно, все начнется с наиболее заметных персонажей. Там Софиса Светлана Тихановской, Нау, Антон Матолько и все вот такие вот остальные люди, которые я на виду. Плюс ко всему, может быть, это коснется тех, кто в данный момент служит в бойцах батальоне Калиновского. Как это пойдет дальше, неизвестно. Мне кажется, что здесь это также будет набирать какой-то постепенный эффект, точно так же, как и репрессии, в принципе, набирали свой ход на протяжении этих двух лет. То есть сначала посадили там пару человек, потом посмотрели, что можно посадить еще больше, еще больше, еще больше. И таким образом, как бы, протест немножко подзагнать под ковер. Здесь, я думаю, будет реализована такая же тактика. Сначала начнут с тех, кто, по мнению государства, принес наибольший вред, а потом уже будут смотреть на тех людей, которые, ну, например, просто когда-то проучаствовали в мирной массовой акции. Я не думаю, что это коснется тех, кто, например, там, именно релацировался по экономическим причинам. Я думаю, что это коснется тех, на кого есть, условно говоря, папочки в различных гусорганах Беларуси, в силовых, в КГБ, в МВД и прочих-прочих. И вот эта вот цифра Следственного комитета в 10 тысяч, я думаю, это такая программа максимум, все-таки. Ну, если действительно эти 10 тысяч уголовных дел есть. Ну, все же, вот лишение гражданства, как оно может сказаться на белорусах за границей? Настолько ли это будет ощутимо? И как быть в таких случаях? Это очень хороший вопрос. В данный момент, в принципе, в некоторых странах обсуждается лишение гражданства, даже в той же самой Литве, каким-то образом дискутируется этот вопрос в России уже некоторое время присутствует. И я так понимаю, что пока никто не особенно понимает, что вообще с этим делать. Словно говоря, если там белорусы лишили гражданства, пока он находится в Польше, я не думаю, что Польша будет сразу давать гражданство этому человеку. Возможно, будет выработан какой-то механизм, и здесь, конечно, необходимы усилия всех релокантов, всех диаспорт для того, чтобы каким-то образом этот вопрос попробовать решить все-таки. Плюс ко всему я бы хотел обратить внимание, что это делается, конечно, в первую очередь из страха. Потому что, ну, понятно, что там уголовные дела заведутся, будут вот эти самые заочные суды, но этого показалось мало, и помимо лишения гражданства еще же предлагается запретить выезжать на 30 лет. То есть я так понимаю, вот данная система политическая, которая в данный момент в Беларуси находится, вот она видит себя вот как-то на протяжении этих 30 лет еще более-менее как бы у власти. И не боятся, что те люди, которые выходили на акции, которые выходили на митинги, они вернутся и попробуют опять-таки там расшатать как-то лодку. Поэтому это все делается сугубо для того, чтобы наиболее активное ядро, наиболее активные люди все-таки даже не пересекали границу Республики Беларусь. То есть, несмотря на то, что на уголовные дела, даже вот учитывая, что у них не будет гражданства белорусского. Ну, вообще, человек без гражданства – это не новая единица в мировой практике. И есть соответствующие, опять же, подписанные международные документы, которые как-то регулируют отношения к людям, которые оказались без гражданства. Поэтому давайте сейчас поговорим о том, что делать. Вот появился белорус, которого лишили гражданства. Куда бежать, куда обращаться, паниковать? Нет? Что делать? В первую очередь надо обращаться в управление комиссара по делам беженцев ООН и пробовать решать вопросы там. Все дело в том, что вы правильно заметили по поводу конвенции. В принципе, в декларации Организации Объединенных Наций указано, что никто не может быть лишен гражданства. И в Конституции это проговаривается. Например, есть такая конвенция ООН по содействию сокращению без гражданства, так называемая. Ее подписало 75 стран. И, например, Беларуси там нет. Соответственно, если апеллировать к каким-то конкретным международным документам, то здесь все будет несколько сложнее. Однако в любом случае, конечно, международные организации — это первоочередные источники, к которым надо бежать, для того чтобы узнавать основной алгоритм действий дальше. Тут еще надо понимать, что, во всяком случае, в европейской части света таких прецедентов не было еще со времен СССР. И в СССР, собственно говоря, гражданство потом возвращали тем людям, которые приезжали в временные перестройки. Что будет сейчас, судить на самом деле сложно. Но я все-таки думаю, что именно через управление комиссаром по делам беженства ООН этот вопрос будет как-то решаться, если, конечно, его все-таки доведут до такой степени. Ну вот еще одна немаловажная тема — это карты поляка и ВНЖ. И нелегитимный приказал присмотреться к владельцам таких документов и выяснить, заблудшие они или другой ориентации. К чему готовятся? Это будут какие-то допросы, проверки? Чего ждать, на ваш взгляд, с точки зрения правозащитника-юриста? Я думаю, что это будет просто новый виток репрессий. Я пока не представляю, какое законодательное соответствие найдут доблестные силовые органы. Но то, что они что-нибудь найдут, за что сцепиться, это, безусловно, будет. Во всяком случае, проверки, да, я думаю, что проверки эти будут ожидаться. Но тут же очень важно, что формулировка была такая, что граждане обязаны сами сообщать. Пока никаких нормативных актов, которые бы обязывали граждан сообщать о том, что у них есть ВНЖ или карта поляка, или какой-то другой подобный документ, но их пока нет. Соответственно, даже их привлечь за что-то или как-то заставить, пока нет никаких ресурсов. Другое дело, что, например, когда к человеку будут приходить добрый губок бомбить всю квартиру, забирать человека, и потом обнаружить у него карту поляка, ну тогда да, вероятнее всего, именно в самом отделении к человеку будут отношения чуть хуже, чем могло бы быть, к примеру. Но на данный момент особенно паниковать по этому поводу я не вижу смысла, поскольку понятно, что все, что говорит Александр Григорьевич Лукашенко, надо делить на два, а то и на три. Ну, то есть, получается, сейчас мы идем к тому, что владельцы карты поляка, например, будут, не знаю, устраивать под полом какие-нибудь сейфы, да, там, схроны, и туда бережно прятать вот этот вот документ, чтобы во время обысков его не нашли. На самом деле давление на тех, у кого есть вид на жительство, или карта поляка, это, получается, все-таки давление в том числе и на людей, которые претендуют на гражданство европейской страны. Теперь есть какие-то заявления европейцев по этому поводу и, ну, не знаю, какая-то попытка защитить, может быть, разговор начался о новых каких-то санкциях, если это вдруг начнет применяться? На данный момент нет. Я так понимаю, что именно до европейских партнеров и коллег пока еще эта информация не дошла, а если дошла, то пока еще представляется малозначительной, потому что надо понимать, что конкретно нормативного акта пока нет. Ну, то есть, пока все это, по большому счету, разговоры, громкие заявления, и, по большому счету, никто не понимает, как это будет выглядеть по итогу, вообще какая будет практика. Соответственно, пока какой-то реакции европейского и мирового сообщества я бы не ожидал, но в то же время я так предполагаю, что, например, страны Балтийского региона и та же самая Польша будут, конечно, оказывать белорусам всякую помощь, тем более, что надо понимать, что карта поляка – это все-таки, ну, важный для республики Польша документ. И она будет, конечно, предпринимать какие-то шаги для того, чтобы защитить тех людей, которые данным документом владают. Вероятнее всего, там, может быть, будет какой-нибудь упрощенный выезд, но это пока только предположение. И тут еще очень важный момент, что, по большому счету, когда мы говорим про карту поляка, уже же были прецеденты, когда, например, Губопик или ОМОН схватывал человека, сфотографировалась его квартира, и там на видном месте где-нибудь сфотографировали ту самую карту поляка. Просто они сейчас это проговорили, но, опять-таки, не совсем понятно, в какой бок это пойдет, и непонятно, насколько серьезно к этому надо относиться. Потому что, повторюсь, на данный момент я не вижу никаких причин бежать там, я не знаю, куда-нибудь, да еще даже непонятно, куда бежать надо, чтобы заявить о том, что, смотрите, у меня есть карта поляка. К слову, получается, что у нас всегда было запрещено второе гражданство, и тоже имелся тот же самый принцип по сути. То есть человек, который получал второе гражданство, должен был прийти в Беларусь и сказать, «У меня вот есть второе, пожалуйста, лишите меня белорусскую». Ну, естественно, это не работало. Я лично знаю немало людей с двумя гражданствами, которые постоянно курсировали через границу, приезжали в отпуск домой и так далее. И все оставалось нормально. Но, тем не менее, есть еще один очень важный момент. Раз уж мы говорим про лишение гражданства, и мы говорим о том, что когда-то, я надеюсь, все-таки рано, а не поздно, Беларусь станет по-настоящему демократической, и вот те люди, которые попадут под эту санкцию, им надо будет как-то восстанавливать свой статус. Есть ли какое-то, может быть, уже разрабатывало правозащитное сообщество какую-то памятку, как действовать, что делать для того, чтобы ускорить потом, чтобы потом не проходить кучу бюрократических процедур, которые могут тянуться годами, чтобы вернуть это самое гражданство. Что сейчас лучше сделать для ускорения возвращения домой в случае новой Беларуси? Мне кажется, мы слишком далеко забегаем, просто потому что пока нет еще закона, который бы этого гражданства лишал. И, как вы говорите, когда будет там новая, прекрасная Беларусь будущего, непонятно, в какой формации это Беларусь будет там, демократическая, и какие политические силы будут решать. Будет это президентская, будет это парламентская республика, а будет это другая какая-нибудь форма управления, или, не знаю, там, монархия. Соответственно, пока нет даже предпосылок к тому, чтобы эти механизмы вырабатывать. В данный момент, вероятнее всего, больше работа пойдет как раз-таки на углубление знаний и опыта того, что делать, если тебя гражданство лишили на международном. Потому что здесь, с этой точки зрения, перспективы вырисовываются, в принципе, неплохие. Несмотря на то, что Беларусь все-таки отказывается от всех международных протоколов, конвенций, прочего прочего.